Привет, друзья! Вот тот ролик наш очень интересно вызвал много-много комментов. Жёстко реши, что решишь задачу и отпусти свой мозг в свободное плавание. Больше не заботься о том, как логически это решить. Не размышляй, не переживай. И действительно придёт ответ. Ну и комментов много. Это очень важные комменты. Вот, например, мне Акбар Михаил Валерьевич Ашиков написал. Получается, не надо днём и ночью думать, как решить задачу логически, доводя мозг до перенапряжения, а просто верить, что ответ идёт в ближайшее время. Ну верить, да? Вот поверил, как команду получил мозг. Ну вот в том-то и дело. Но это же целое искусство. Это можно делать... Почему я эту картину? Пару выпустить, чайник. В перезагрузке так себе поставить. Но мы это сделаем. Будем проводить ликбез. Я там подскажу, как это делается. С помощью перезагрузки. Там заекорить вот такую способность, что когда вы хотите решить какую-то проблему, просто поверьте, что вы её решите и отпустите в мозг. И он начинает нам синтезировать, перебирать решения, когда вы не вмешиваетесь туда своим умом, как это сделать. Когда вы не тормозите этот процесс своими штампами, стереотипами, шаблонами. И вот я ещё благодарен Мише, Михаил Ефимов, наш тенор. Мы с ним делали несколько видео, как он поёт прекрасно. И он же работает ещё и с детишками, и с логопедом. Является логопедом, является ещё и спортивным психологом. Ну, много чего он там занимается. Вы, наверное, наше видео видели. И мы с ним скоро ещё сделаем. И он там написал такой коммент. Смотрите. Подобный метод был применён в одном из КБ. В конструкционном бюро. Задача никак не решалась, но вдруг пришёл большой человек, ну, какой-то важный, и сказал, что американские коллеги уже это сделали. То есть решили задачу. Вскоре задача и правда была решена и в этом КБ. Хотя, возможно, всё это происходило немножко не так. А я сейчас сразу вспомнил фантастический рассказ. Очень интересный, послушайте. Значит, показали документальный фильм, как разбился человек с ранцем на плечах, который якобы антигравитационный мотор. И он якобы поднялся над крышей, взлетел, взлетел, взлетел антигравитация. И что-то взорвалось там, что-то случилось, и потом мы не могли собрать и склеить, и этот фильм показали в КБ. Что да, действительно, типа, такой двигатель антигравитационный был изобретён, но мы сейчас никак не можем собрать это всё. И вот вам поручается создать такое изобретение. И они её очень быстро собрали. Правда, я как-то в ролике рассказывал, этот антигравитационный двигатель у них получился величиной чуть ли не с дом, а не на ранце. Но вопрос решили принципиально. Вы понимаете, как интересно? Потому что поверили, что это возможно. Вот, как говорится, будь веря в горчичное зерно, поверь ваше, да будет вам. Но вопрос ещё очень важный. Вот в чём. У меня есть друг, не буду называть его имени, пока не согласовал, нельзя имена называть. Ну, Мишу-то я назвал, потому что мы с ним откровенно ролики выставляли, очень полезные для всех. И ещё раз выставим. Вот. А здесь нельзя. Но этот человек... Вот есть реальность и есть нереальность. И он верит в то, что можно сделать, вот так захотел, так сильно поверил, и кусок золота свалился. Но вот это нереально. Поэтому, друзья, вот это есть основная проблема сейчас в интернете. Мир внутри нашей головы или есть действительно объективный мир тоже. Потому что там вот очень многие пишут со ссылками, как можно сделать, изменить своё отношение к миру, и мир изменится. Что всё это виртуально. Не поддавайтесь этим глупостям. Конечно, есть объективный мир со своими законами. А в нашей голове, конечно, есть воображаемый, виртуальный мир. И вот всё зависит от того, насколько мы научно, постигая мир, на эксперименте, на проверке, на убеждениях, на этих проверяемых, на воспроизводстве этих фактов. Наука же, это что? Если в тех же особых, одинаковых условиях ты воспроизведёшь этот эксперимент, там тоже самое закономерно получишь. Это объективный мир. Но воображаемый мир, видите ли, не всегда соответствует объективному миру. И поэтому ты там даже поверишь, что гора к тебе придёт, а гора не придёт. Поэтому есть такая фраза золотая. Если гора не пошла к Магомету, то Магомет пошёл к горе. Ну, тут очень много таких интересных вещей. И вот в этих тонкостях понятия, где же истина, очень много заблуждений. И очень много эзотерики всякой. И туда всё сваливают в одну кучу. И зёрна, и плела, и так далее. Надо отделять мух от котлет и понимать, что когда вы воображаете себе и поверите в то, что вы можете решить какую-то задачу, ясность ума должна быть, здравый смысл. И чувство гармонии должно быть. А как же? Должна быть целостность, не должно быть стресса. И поэтому мы в этот момент можем приёмом упражнения разгрузка, выйти на состояние безмятежности, обрести покой в душе, здравый смысл и помечтать, что когда у нас будет какая-то проблема, и мы не можем её решить, то мы туда сейчас, вот в этот момент, можем просто заякорить. Вспомни о том, дай себе команду жёстко, что ты решишь проблему и отпусти свой ум в свободное плавание, потому что в уме в нашем очень много штампов. Это наши страхи, комплексы, стереотипы. Не вмешивайтесь этой палкой в это колесо, которое ищет решение проблемы. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok